Ну а мы продолжаем наш эфир. Сегодня у нас в гостях, Саида, разреши представить, ребята из команды 13-й Легион. Это Дмитрий Падзибида и Тимур Шейдура. Здравствуйте, ребята. Приветствую вас. Ребята, скажите, вот поскольку вам лет? Мне 21 год, а не 17. Представь, вот в таком возрасте они уже знают такие элементы стрит-воркаут, правильно так называть? Расскажите в общем про это движение. Что это за движение? Стрит-воркаут это массово доступный вид спорта. Мы используем турники, брусья, шведские стенки, рукоходы. То есть для занятия спортом не нужно ходить в тренажерный зал, платить за это деньги. Достаточно иметь только желание выйти на улицу и проявить свои способности. Главная задача данного вида спорта это популяризация здорового образа жизни. Ну и популяризация массового вида спорта. Задачи нашей команды это конструктивность, порядочность и честь. Вот я знаю, что среди у тебя дети занимаются этим движением, а оно вообще как-то, там, это считается олимпийским видом спорта? Или пока еще не вошли? Кстати, Казахстан это единственная страна в мире, в которой стрит-воркаут зарегистрировали как официальный вид спорта. Ну, не олимпийский вид спорта, к сожалению. Да, не олимпийский, но... Очень зрелищный, но просто официальный вид спорта в Казахстане. Пляжный волейбол тоже ввели все-таки в олимпийский вид, так что рано или поздно, я думаю, стрит-ворка тоже будет олимпийским видом. И мы наших ребят, гостей скоро обязательно будем встречать как олимпийских победителей, да? Очень вам этого желаю. Да. Хорошо, спасибо. Ребят, скажите, как сами начали этим видом заниматься? Я в шести лет начал тренироваться, ходил на единоборство, параллельно занимался на турниках и на брусьях. Меня отец доставлял, и примерно шесть лет тренируюсь профессионально на турниках и на брусьях. А первый сбор мы устроили в 12-й школе 4 года назад. Это было 23 сентября 2012 года. Собралось порядка 40 человек. Мы показали свои способности. Просто понимаете, до этого все тренировались у себя во дворах и знали, что это за движение. И все были возрослыми. Все были в разных местах. И тут мы решили собраться. И было очень интересно. Я знаю, что этим видом, этим движением может заниматься практически каждый. Но есть среди нас и особенные люди. Это люди с ограниченными возможностями, которые хотели бы заниматься, но может морально, они психологически не настроены. Как можно ли им к вам попасть? Что нужно для этого сделать? Для этого нужно самое главное желание. Тренировки у нас открытые. Мы проводим тренировки на улице в разных частях города. Вся информация выкладывается в группе 13-й Легион ВКонтакте и в Инстаграме. Достаточно просто наблюдать за нашей группой и тренироваться вместе с нами. То есть мы проводим параллельно две бесплатные общегородские тренировки, а также для людей с... Как часто? Мы собираемся посредством социальных сетей. Мы за неделю выкладываем новость, что, допустим, на следующей неделе в четверг в 19.00 будет проводиться тренировка на Востоке. А вот в ближайшее время когда будет проходить? Так, сегодня у нас среда. И, скорее всего, следующая тренировка будет проводиться завтра. Завтра. Ну, уважаемые телезрители, всех тех, кто заинтересовался, куда нужно приходить? На микро-районе у Востока проходят бесплатные тренировки, вам кажется? Да, сзади кафе Комфаб. Нужно найти ребят в группе ВКонтакте. Группа называется 13-й Легион. И всю полезную информацию, всю нужную информацию вы оттуда и узнаете. Шутин, можно теперь я уже спрашиваю? А то ты спрашиваешь и спрашиваешь. Ну, ты уже всё знаешь, у тебя дети там... Ну, всё равно. Например, есть ли какие-то ограничения? Ну, пришёл человек, вы потребуете у него справку о здоровье? Или вот пришёл, пожалуйста, вперёд занимайся, никаких проблем. Нет, мы не потребуем справку о здоровье. Человек, если приходит, у него есть желание, он тренируется. Ну, а это никак не отразится на здоровье? Ну, допустим, если придёт сердечник к вам. Если к нам на площадку пришёл человек, у которого имеются проблемы со здоровьем, мы, естественно, спросим о его проблемах, он нам сообщает, после чего мы выстраиваем программу именно под него. Допустим, если у него проблемы со спиной, у него есть грыжи в поясничном отделе, мы исключаем осевые нагрузки, даём больше упражнений на турниках и на брусьях. Подтягивания, отжимания, без использования, отягощения. А возраст у вас есть какие-то ограничения? Ограничения по возрасту. Мы, например, тоже с Айдой хотим скоро. Критик вам. Самый молодой спортсмен, ему 5 лет. Который тренируется у нас в зале. А самому возрастному сколько? До 70 лет у нас занимались не только мужчины, но ещё и женщины. Так что у нас ещё с тобой всё впереди. Ещё один отпуск, и мы идём записываться на воркаут. Точно. А вот если в двух словах объяснить. Вот у меня дети занимаются, но многие знакомые спрашивают, что это такое, куда они ходят. Я говорю, ну это что-то вроде спортивной гимнастики. Права я или нет? Да, это что-то вроде спортивной гимнастики, но это больше схожа с силовой гимнастикой. И в основном мы работаем с весом собственного тела. То есть если мама боится, что её ребёнок маленький, и силовые нагрузки не дают расти должным образом, то вас можно не бояться, потому что это сила своего веса. Да, совершенно верно. Понятно. Здорово. Кстати, на каждом мероприятии, где бы ни присутствовали, всегда эти ребята присутствуют и показывают очень хорошие номера. Да, признаюсь, что многие приветствуют и многие знают о вас. Ну мы желаем вам всего хорошего, всех благ, тренируйтесь и тренируйте нашу молодёжь, чтобы все развивались. У тебя есть ещё вопросы? У меня есть предложение. Может быть вы что-то покажете, допустим, для тех, кто сейчас нас смотрит, но не совсем ещё, возможно, есть у нас такие в городе, кто не знает о стритворке. Саида, ты хочешь, чтобы нам сейчас здесь камеры снесли? Ты знаешь, что они творят? Я знаю, что они творят, но они осторожны. Ладно, я за это не отвечаю, но сейчас специально для вас эксклюзивное видео от команды 13-й Легион, выступление вернее. Всё? Сцена ваша? В вашем распоряжении, судья. Кстати, всем телезрителям советую мне повторять этих номеров, так как там нужна специальная физическая подготовка. Правильно я говорю? Да. Всё, давайте. Да, Шудин, а у тебя есть уникальная возможность попробовать себя в роли? Спортивного комментатора. Так, первое начинает Дима. Вот я бы, Саида, знаешь, я бы никогда не рискнул. Смотри, что делай. Вот. Ты представь, сколько нужно силы удержать свой вес, например, да? Вот я, например, 91 килограмм бежу, представляешь, сколько мне? Какие ещё покажут нам ребята? они еще так тихо говорят специально чтобы не узнали вот тебе и дэвид копперфильд ну что ж ребят круто даже давайте поаплодируем я уверен что и зрители сейчас верно прям хотят тоже попробовать это точно ну спасибо что были сегодня с нами приходите к нам еще будем только рады но уважаемые телезрители тоже занимайтесь спортом но мы прощаемся с нашими гостями всего вам доброго